Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение множества вопросов в едином окне. В Куйбышевском районе Самары открылся новый центр обслуживания клиентов для абонентов РКС Самара. Почувствовать себя детьми и вновь пережить яркие моменты. Город готовится встретить фестиваль «Волгафест», который стартует в Самаре 23 августа. Здоровый дух в здоровом теле. В преддверии Дня физкультурника сотрудники полиции провели для детей зарядку и рассказали о своей работе. В Самаре прошло выездное заседание оперативного штаба по подготовке города к зиме. Власти областного центра обсудили соблюдение сроков работ и проверили их качество. Напомню, в этом сезоне профильные службы модернизируют теплосети на 20 участках. Подробности в сюжете. На улице Аменева с раннего утра работает строительная техника. Это первый объект, на котором побывали участники оперативного штаба по подготовке Самары к отопительному сезону. Здесь идет перекладка тепловых сетей. Часть траншеи проходит по территории школы, поэтому подрядчик должен завершить на ней все работы до начала учебного года. Трудиться на объекте обещают и днем, и ночью. Планируем все вовремя закончить сроком. То есть все усилия и силы, может, представляете, есть у нас техника и люди. Какого числа сроки? У нас 25 августа, чтобы территория школы была готова полностью. Еще один важный объект – это теплотрасса по улице Ташкентской. На сегодняшний день здесь собрана вся монтажная схема. На большей части участка проводят гидроизоляцию. После того, как подрядчик засыплет траншею, начнется восстановление проезжей части. В этом сезоне перекладку сетей проведут на 20 объектах. Участники штаба запланировали посетить практически все из них. Та проблематика, которая возникает, решается в рабочем порядке. Для этого, в принципе, и выезжаем непосредственно на объекты для того, чтобы на месте принять определенное решение, для того, чтобы работы не простаивали и в какой-то степени корректировать графики, для того, чтобы закончить работы по перекладкам в те сроки, которые нам позволят. В настоящее время готовность объектов, где идет перевооружение теплотрасс, оценивают в 70%. В целом же областной центр готов к предстоящей зиме на 80%. Подготовка к зиме не только связана с тем, что ведутся перекладки теплотрасс по городу. Это и подготовка многоквартирного жилого фонда, и подготовка также сетей холодного водоснабжения, водоотведения, котельных, электроснабжения. Поэтому весь этот комплекс мероприятий на сегодняшний день оценивается как 80%. Поэтому, в принципе, идем в графики. За ходом работ ведется постоянный контроль. Во время выездов на объекты оценивается качество перекладки теплотрасс, а также соблюдение графиков подрядчиками. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События. Подготовка города к зиме была и среди тем прямого эфира программы «На связи с городом». В студии телеканала «Самара ГИС» глава Самары Елена Лапушкина рассказывала о масштабных городских стройках, сезонной работе, развитии системы ГИС ЖКХ, подготовке к учебному году, ремонте дорог, благоустройстве дворов и общественных пространств. Полный выпуск программы смотрите в наших социальных сетях. Глава Самары отметила, что подготовка жилищного фонда к отопительному сезону находится на особом контроле городских властей. Большие работы проводят и управляющие компании. Опрессовка, и промывка, и сдача домов, получение актов по подготовке к зиме. Очень надеюсь, что, конечно, максимальное количество вскрытий, максимальное количество объемов работ мы закончим к первому сентябрю. В Самаре продолжают следить за отработкой обращений, которые поступают во время выездных встреч главы города с жителями. В конце апреля Елена Лапушкина объезжала Самарский район. Все замечания занесли в протокол, и теперь они находятся на контроле профильных ведомств и администрации внутригородских районов. Как решают поставленные задачи, выясняли наши корреспонденты. Валентина Мухортова каждый вечер приходит на улицу Ленинградскую. Сидя на лавочке, вместе с друзьями обсуждают новости, делятся впечатлениями от прожитого дня. Однако еще в начале года проводить время с комфортом не получалось. Скамейки пришли в негодность. Лавочки были, знаете, какие вам уже старые, но не покрашенные, некрасивые. Тем более, эти лавочки находятся на улице Ленинградской. А Ленинградская у нас улица – это главная улица нашего города. И вот приезжают сюда туристы с теплохода, просто гости к кому-то приезжают. Мы должны себя показать, что наш город самый красивый. С этой проблемой Валентина Мухортова обратилась к главе областного центра от Нелени Лапушкиной, когда она была в Самарском районе во время объезда в рамках проекта «Мой дом». Жительница обратилась к главе города с пожеланием заменить пришедшие в негодность лавочки. В результате на Самарском Арбате обновлено около 90 скамеек. Были очень короткие сроки, в которые мы постарались уложиться. Это были майские праздники, и уже к праздникам, 9 мая, лавочки были готовы. Я рада, что они радуют глаз жителям города, и на них удобно сидеть. Я слышу положительные отзывы. Во время выездных встреч глава города осматривает проблемные точки. Все замечания горожан фиксируются и находятся на контроле администрации внутригородских районов. Это поручения и при визуальном осмотре территории, и, конечно же, это обращения жителей в соцсети, обращения жителей лично на личных приемах главы города. Ну, в основном так. Люди подходили во время встречи, тоже высказывали свои пожелания. Естественно, ко всем прислушиваемся и все выполняем. Таких замечаний в Самарском районе было 9. Пять поручений главы уже выполнены. Среди исполненных обращений работа по изменению уровня бордюра, установленного после ремонта у дома на улице Ленинградской, 18А. Организована работа по укреплению крышек канализационных колодцев, расположенных на улице Ленинградской. Еще четыре поручения остаются в работе. Но все поставленные задачи власти обещают выполнить в срок. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Темпы по строительству нового жилья высокие. В этом году в регионе будут выполнены все планы по вводу новых квадратных метров. Об этом говорили на форуме «Современные тенденции в строительстве», посвященном предстоящему профессиональному празднику. Во встрече принимали участие министр строительства области Николай Плаксин, представители регионального правительства, банковских организаций, проектных и строительных компаний. Присутствующие обсудили внедрение в отрасль цифровых технологий, в том числе и в выдаче ипотечных кредитов. Говорили об импортозамещении в современных условиях и ситуации на рынке производства строительных материалов в регионе. Также участники форума обсудили перспективы создания новых предприятий в особой экономической зоне, которые будут выпускать еще не производящуюся в регионе продукцию. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции и быстрее реализовывать масштабные проекты, например, строительство станции метро и развязки на Новосадовой. Все это потребует новых производителей, где-то совершенства производства, которые сегодня существуют. В целом, безусловно, это должно заработать на благо развития строительного комплекса Самарской региона. Когда работает связь производителей, застройщики, строителей, подрядной организации, то в целом получается тот продукт, который мы можем здесь сделать на нашей родной Самарской земле. В Кубишевском районе открылся новый центр обслуживания клиентов для абонентов РКС Самара. Об основных его преимуществах наш следующий сюжет. Сегодня состоялся день открытых дверей в новом центре обслуживания клиентов по адресу Бакинская, 20, где сотрудники ресурсоснабжающего предприятия наградили жителей, которые исправно платят за холодную воду. Конечно, приятно, неожиданно. Мы не ожидали, что вообще платим и платим. Это же наша обязанность. Теперь все вопросы, связанные с оплатой за холодное водоснабжение, установкой и проверкой счетчиков и получением справок, можно будет решить в комфортабельном современном офисе. Надо понимать, что любая коммунальная услуга и водоснабжение здесь не исключение. Это не только качество самого ресурса, это не только качество обслуживания сетей и коммунальной инфраструктуры, но это, конечно, еще и качество сервиса, качество предоставления услуг. Как раз вот такие центры обслуживания населения, они позволяют людям в комфортных условиях получать ответы на свои необходимые вопросы, получать услуги. Обстановка в новом клиентском центре на Бакинской, 20 более чем комфортная. Клиенты приходят в светлое, уютное помещение, где их встречают приветливые специалисты, всегда готовые помочь с решением назревших вопросов. Для нас слово «клиент» оно особое, и мы многое делаем для того, чтобы людям доставлять удовольствие. При этом надо признать, что есть моменты, над которыми нужно работать, потому что тема клиента ориентированности, она себя не исчерпает, наверное, никогда. В дальнейшем специалисты центра планируют оптимизировать работу так, чтобы многие вопросы можно было решать дистанционно. Объединенный новый офис ждет абонентов РКС «Самара» и водных технологий по адресу Бакинская, 20. Александра Гусева, Николай Епифанов, События. Далее о других событиях этого дня. Фестиваль «Волга-фест» стартует в Самаре 23 августа. Он проходит на набережной реки Волги с 2016 года. За это время он завоевал репутацию главного события лета и приобрел статус межрегионального, став не только визитной карточкой нашего региона, но и заметным культурным событием в жизни России. В этом году он пройдет на первой очереди набережной с 23 по 28 августа. Тема года детства. На фестивале будут происходить настоящие чудеса. Взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети пережить яркие моменты и, возможно, немного повзрослеть. «Волга-фест» 2022, как говорят сами организаторы, не для детей, а про детей. Посвящен радости, беззаботной жизни и, конечно же, волшебству. В России хотят запретить шумные ремонтные работы по выходным и праздникам. Предложение установить запрет на шумные ремонтные работы направила в Минстрое одна из общественных организаций. В рамках этих условий россияне должны сохранять тишину с 8 часов вечера до 8 утра, в тихий час с 14 до 16 часов, а также в праздничные и воскресные дни. Закон о тишине не затронет новостройки в первые полтора года после их сдачи. Ремонт в них можно будет делать в любое время, кроме ночного. Россияне могут оформить ДТП без вызова сотрудников и бумажных бланков. В приложении госуслуги «Авто» появился сервис оформления ДТП «Европротокол онлайн». Он позволяет оформить извещение об аварии без вызова сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России. Для оформления европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах. При этом в аварии не должно быть пострадавших и поврежденного имущества, кроме транспортных средств. В Самаре ограничат движение транспорта в день физкультурника. С 18 часов 13 августа до часу ночи 14 августа будет временно ограничено движение по улице Максима Горького от Венцика до улицы Вилоновской. По улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта. По Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского. Также на вышеуказанных участках с 10 часов утра 13 августа до часу ночи 14 августа запретят остановку и стоянку транспортных средств. Автобусные маршруты номер 61, 207, 247 и 261 будут двигаться по скорректированной схеме, ознакомиться с которой можно в приложении. Россиянам напомнили о штрафах за хранение заготовок на зиму в подвалах многоэтажек. Нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей. Хранить зимние заготовки в подвале многоэтажного дома разрешается только в специальных кладовых, которые приобретаются жильцами в собственность. Другие помещения подвала относятся к местам общего пользования, и хранить там личные вещи, в том числе консервацию, запрещено законом. Чаще всего нарушения фиксируют органы пожарного надзора. Они привлекают к ответственности собственников, а также выносят предупреждение в адрес ССЖ или управляющей компании, которые отвечают за содержание и состояние общего имущества в многоквартирном доме. Для них по закону за это тоже предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Он сказал от винта и пролетел на гидросамолете от Самары до Камчатки. Наш следующий герой точно знает, что самое главное в самолете и кого на самом деле уважает высота. О пилоте-энтузиасте из Самары, который не боится покорять новые вершины, репортаж Александры Гусевой. Они пролетели почти через всю нашу страну, увидели множество живописных мест и добрались до самой Камчатки. В этом году два пилота-энтузиаста из Самары совершили двухнедельное путешествие на гидросамолете. Виктор Пономарев и Анатолий Шляхна признаются, что небо привлекало их с детства. Идея, что можно отправиться в путешествие на самый край России, посещала пилотов давно. Длительное время они тренировались, летали на небольшие расстояния и постепенно покоряли небо, отдаляясь все дальше и дальше от дома. В прошлом году Виктор и Анатолий долетели до Байкала, а в этом – до Камчатки. Мы вообще не планируем сидеть на земле. Мы всегда планируем куда-то лететь. У нас еще осталось неосвоенное плато Куторан, например. Мы полетать хотим по северам, там очень красивые места. Вот это вот действительно суровая такая, ну настолько красивая природа, да, это обязательно хочется туда полетать. И вообще у нас в России столько мест. Подготовка к длительному полету заняла всего месяц. Виктор Пономарев рассказывает, самое главное в таких путешествиях – придумать, куда приземлиться. Ведь нужно осуществлять дозаправку. Да и самим пилотам время от времени требуется отдых. Чтобы долететь до Камчатки, Виктору и Анатолию пришлось совершить 14 перелетов. Как оказалось, во всей нашей стране самое лучшее достояние – это наши люди. Потому что в любом месте люди сразу откликаются, начинают помогать. Особенно с топливом, там где-то бензин, где-то чуть не на коленках, в канистрах привозили, помогали. Вот нигде проблем не было. Везде безотказно. Четырехместный двухмоторный гидросамолет, на котором путешествовали Анатолий и Виктор, отечественного производства. Пилоты признаются – к выбору аппарата подходили серьезно. Летали даже в Америку, рассматривая варианты импортных самолетов. Но в итоге оказалось, что надежнее нашего отечественного нет. Во время своего последнего путешествия пилоты-энтузиасты научились управлять самолетом фактически вслепую. Путин преграждал дым от горящих лесов Якутии. И самое главное в любом полете, говорит Виктор, – сохранять спокойствие. Ведь проблемной ситуации нужно решать холодной головой и верой в собственные силы. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. В канун Всероссийского дня физкультурника самарские полицейские вместе с детьми и подростками провели зарядку и заодно рассказали ребятам о своей профессии. Встреча прошла на спортплощадке детского центра «Ровесник». Спортивным настроением зарядился и наш корреспондент Сергей Кизоркин. Полицейский пес Барс благосклонен к детскому вниманию. По профессии ему часто приходится иметь дело с подростками. Вот и в канун Дня физкультурника он приехал в детский центр «Ровесник» со своей хозяйкой, инспектором-кинологом Ириной Светкиной. Полицейская с 12-летним стажем провела зарядку и рассказала про трудовые будни. Их тандем – один из лучших в городской полиции. Ищут и находят не только запрещенные к употреблению вещества, но и пропавших людей. Обратилась у нас женщина, что ребенок не пришел ночевать. Она потеряла. В втором классе учится сын. Придя в квартиру, обнюхав место, обнюхав вещи, Барс меня привел в класс, где учился этот мальчик. И пришел именно к тому мальчику, который ни с кем не разговаривал, ни с кем не хотел общаться. И он просто подошел, показал на него. Мальчик, испугавшись, сказал, да-да, я знаю, где он, я видел их, что они с другом собирали металлолом. Мы показал дом, этаж, а квартиру он не знал. Я пустила тогда собаку. И одно из дверей, просто он носом открыл, и мы, приоткрыв дверь, увидели, что два ребенка спят. Как бы мама очень сильно расстроилась, но я ее успокоила. Продолжилась зарядка, посвященная Всероссийскому дню физкультурника, уже с инспекторами ГИБДД. Полицейские придумали оригинальный подход к простым упражнениям. Каждое движение имитировало жесты регулировщика дорожного движения на посту. Такая двухминутная зарядка оказалась подросткам по душе. Это возможность познакомить детей со службами МВД, а также с нашей стороны познакомить с правилами дорожного движения. Так как наша зарядка нацелена именно на это, и дети в процессе нашей зарядки изучают жесты регулировщика. Под музыку проговариваем определенные правила, а инспектор показывает физические упражнения в виде жестов регулировщика. После таких мероприятий, конечно, приподнятое настроение, потому что дети воспринимают уже нас не как сотрудников, стоящих на дорогах города, а как людей, которые пришли к ним для того, чтобы дать какие-то знания, поднять настроение и вообще улучшить ситуацию. Поэтому настроение отличное, и детям мы тоже настроение поднимаем, чему очень рады. Зарядка со стражами порядка проходит традиционно в детском центре «Ровесник». Здесь находятся сотни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 3 до 18 лет. Некоторые из них уже с криминальным прошлым. Поэтому главная задача детского центра – не просто приютить и накормить подростков, а вернуть их к нормальной, здоровой, спортивной жизни. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Самарские крылья Советов готовятся к пятому туру чемпионата России по футболу. Баскетбольный клуб «Самара» продолжает формировать состав к новому сезону. А самарские атлеты скоро начнут борьбу за медали первой всероссийской спартакиады по летним олимпийским видам спорта. Подробнее в нашей рубрике. Крылья Советов готовятся к выездному матчу с московским локомотивом. Встреча состоится 13 августа в 16 часов. Накануне самарцы провели занятия на клубной базе. В тренировке приняли участие защитник Фернандо Костанца и полузащитник Денис Якуба, вернувшиеся в общую группу после повреждений. Полузащитник Дмитрий Иванесеня продолжает восстановление от травмы. Обслуживать матч будет бригада арбитра Евгения Кукуляка из Калуги. В прошлом сезоне он обслуживал три матча самарцев. Двух из них крылья победили. Один из самых перспективных баскетболистов страны Егор Амосов подписал 4-летний контракт с клубом «Самара». В минувшем сезоне Егор в составе команды «Самара» с «Шор номер один» стал победителем МВП первенства России Ю-2008. А летом вызывался на сборы в юношескую сборную России. Сейчас Егор готовится к новому сезону в составе команды «Самара-Дюбл». Тем временем основную команду покинули сразу трое игроков. Александр Варнаков, Артем Чаваренков и Евгений Фидий продолжат карьеру в подмосковных «Химках». С 12 по 14 августа в Тольятти состоится турнир «Кубок Лада». В нем примут участие четыре клуба ВХЛ. «Лада», «Казанский Барс», «Горняк» УГМК из Верхней Пышмы и «Красноярский Сокол». Победитель определится по итогам кругового турнира. Дарья Касаткина из Тольятти после победного турнира в Сан-Хосе продолжает подготовку к US Open четвертому турниру «Большого шлема» в сезоне. Дарья выступила на соревнованиях WTA 1000 в Торонто. Продлить свою победную серию не получилось. В матче первого круга россиянка уступила канатке Бьянке Андрееску 6-7, 4-6. Встреча продолжалась в 2 часа 29 минут. Дарья ни разу не подала на вылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейкпоинтов из 16. В России стартовала Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Она продлится с 10 августа по 2 октября. Медали будут разыграны в 39 олимпийских видах спорта, при этом соревнования пройдут в 12 регионах страны. Больше всего медалей будет разыграно в период с 20 по 29 августа. Уже начали борьбу за награды в предварительных раундах гольфисты и волейболисты. Самарские спортсмены в этих видах не представлены. В выходные пройдут соревнования по синхронному плаванию, тхэквондо и велосипедному спорту. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки поздравляют с днем рождения почетного гражданина Самары и области Максима Борисовича Аводенко. Он, возглавляя Куйбышевский металлургический завод имени Ленина, являясь его президентом, стал настоящей живой легендой российского алюминиевого проката. Максим Борисович – грамотный, прекрасный руководитель с мировым именем, известный ученый, имеющий 47 научных изобретений, множество титулов и наград, орденов, званий и даже удостоен международной награды «Мирмингемский факел». Оформить электронный сертификат гражданам с инвалидностью можно на портале Госуслуг, информирует телеграм-канал Красноглинского района. Документ помогает гражданам приобрести необходимые технические средства реабилитации с помощью средств господдержки. Подробнее о том, как воспользоваться электронным сертификатом, можно посмотреть видеоинструкции, размещенные в телеграм-канале района. 10 видов спорта и более 170 участников в день физкультурника на стадионе «Нефтяник» пройдет сдача нормативов ГТО, говорится в телеграм-канале Куйбышевского района. Начало праздника в 9.45, старт соревнований в 10. Схемы с расположением зон состязаний и временем начала каждого из них доступны во вложении. Самарцев просят захватить с собой головные уборы и немного воды. День обещает быть жарким. Культурно провести лето в Ленинском приглашают в телеграм-канале Ленинского района Самары. В честь Международного дня молодежи 12 августа в историческом парке «Россия. Моя история» пройдет тематический стендап в формате открытого микрофона. Приглашаются все желающие, вход свободный. Начало в 17 часов. Самары ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, верите ли вы в гороскопы. Более половины опрошенных ответили, что в астрологических предсказаниях судьбы человека что-то есть. 28% считают гороскопы суеверием, 9% утверждают, что предсказания часто сбываются, а 8% и вовсе не задумывались об этом. А тем временем число просмотров, которые сгенерировали подписчики телеканала «Самары ГИС» на видеохостингах, преодолело очередной рубеж. Показатель превысил отметку в 29 миллионов. «Самары ГИС» является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok